Я обещал вам рассказать, вернее представить целую эпопею оздоровления Эдуарда. И хорошо все было бы выстроить в таком хронологическом порядке. Все началось 6 марта 2020 года. С письма. Доброго здоровьица, хотелось бы приобрести ваши книги. Объясните, пожалуйста, как мне это сделать. Далее последовал список книг, которые Эдуард хотел бы приобрести. Всего где-то было 12. Далее тут деловая переписка идет. Все я перевел, все там получил. 10 марта Эдуард написал. Благодарю вас, соглашусь со словами врача-натропата Бориса Увайдерова, которая сказала, что вам уже при жизни нужно поставить памятник за проделанную работу в области оздоровления человека. Большое спасибо, человеческое, за это. Спасибо. Далее. Далее, значит. 6 апреля. Письмо от Эдуарда. Доброго здоровьица, обращаюсь к вам за советом. 05.04.20. Впервые делал чистку печени. Читаю ваши книги. В 19.00. Выпил горчичное масло и лимонный сок по 250 мл в 3 захода с интервалом 15 минут. Зашло хорошо, масло даже с удовольствием. Кстати, а это говорит о том, что у человека перевозбужден жизненный принцип ветра. Тошноты не было, только в дальнейшем поднялась температура и мутила. Спал плохо, просыпался в поту. Никаких позывов и послаблений. Ничего не вышло ни ночью, ни утром, ни на следующий день. Утром поздно, еле встал, чувствовал себя очень плохо, полностью разбит, сил мало, мутило. Но не до тошноты. Значит, вот когда чистка печени не удается, тут, конечно, имеется ряд причин. И в них желательно разобраться. Пока вот не ясно, что там. Либо это промахи самого Эдуарда, он что-то там не так сделал. Либо это какие-то особенности его организма. И в дальнейшем нам предстоит все это выяснить. Моча красная с резким запахом, мало язык с белым налетом. Натощак выпил стакан соды. Организм попросил. Через 30 минут теплой воды, 0,5 литра, потом ЖКТ сбора, 1 литр с медом. И стало полегче. В полдень промыл нос и горло свежей мочой, уже золотистого цвета, с запахом горчицы. Отошла слизь. Есть ничего не хотелось, только пить травяной чай. В 16 часов поставил клизмы свежей мочи. 400 грамм. Стало прозрачное. Запах приятный, почти нейтральный. На вкус как водичка. И прополоскал горло. В 16.50 стул в виде каши. Коричневого цвета с резким кислым запахом. Никаких камней. О себе. В 45 лет не пью, не кулю. Около 10 лет. Рост 178 сантиметров. Вес 75 килограмм. Конституция. Ветер. 24 желча. Слизь 18. Мне кажется, тут ветра у него побольше будет. Хронических заболеваний нет. По больницам не хожу. В 2010 переболел мышиной лихорадкой. И следом ангиной. Лежал в инфекционной больнице 21 день. Надо же. Мышиной лихорадкой есть. Вот так. Вот так так. А мы тут о свином там гриппе. В дальнейшем ангиной не болел. Грипп раз в 2 года. Переношу нормально. Вот вроде бы здоровый человек. Вроде бы здоровый человек. Но что будет дальше? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. С весны 18 года по утрам натощак принимал стакан соды. Целый год из меня вылетело много всякой дряни. То есть за год вылетело много всякой дряни. Самочувствие улучшилось. Энергия добавилась в разы. Плюсов очень много. Прекратил 0,2-0,4-20. Как раз перед чисткой печени. С 0,3-0,4-20 стал принимать свежую мочу один раз в 3 часа. 100-150 грамм. Полоскать горло. Умываться и мыть волосы еще раньше. С осени 18 года принимал перекис водорода внутрь. Энергии еще больше стало. Ушли боли в коленях и стопах после нагрузки. Прекратил в феврале 20-го. С 17.02-20 принимаю зиру. Это уже я рекомендовал. Что если в случае чего, каких-то расстройств в кишечнике, принимать тмин. Зира это тоже самый тмин. Только по-другому называться. А уже 23-го, 22-го, 20-го из меня повалили слизь, медузы, нити и цисты. То есть, вот смотрите, до этого применялось различные средства. Все это там делалось. Все это там человек, можно сказать, жил. Старался соблюдать здоровый образ жизни. Но, тем не менее, до нужного и не добрался. Значит, повалили слизь, медузы, нити и цисты. И вот, мне стало ясно, а почему же не удалась чистка печени? Ничего не вышло. Да потому, что вот эта вот слизь и прочее, 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 настолько там перекрыли все эти пути, подходы. Настолько пропитали тонкий кишечник, там органы брюшной полости, в том числе и ту же печень. Что она просто-напросто не могла сработать на масло и лимонный сок. То есть, настолько был организм сильно поражен вот этими вещами. Март 20-го принимал троичатку, множество цист. То есть, вот когда, ну, цист это, что-то будем говорить, ну, своеобразные паразиты. Это могут быть даже листы, которые там закапсулировались, там отложились и так далее, и тому подобное. Это могут быть, ну, короче, паразитов. Множество цист, нитки, слизь, медузы, грибница почти каждый день. То есть, пока не проделана специальная работа по, значит, изгнанию паразитов, можно так сказать, человек вроде и живет нормально, и, как говорит, он в больницу не ходит, 45 лет и чувствует себя, так сказать, еще свеженьким огурчиком. А на самом деле там уже... Кроме того, с 14.03.20 курсом 10 дней полоскал горло керосином. Обнаружил покраснение в области правой миндалины, которому я не придавал значения много лет, поскольку боли нет, но я его ощущаю на самом миндалина в зачаточном состоянии по сравнению с левой. То есть, когда поражена, какой-то орган поражен, и поражен это, возможно, еще в далеком детстве, то ни о каком развитии не может быть и речи. Она вот так и осталась в зачаточном состоянии. Там уже все, говорить, проросло, закапсулировалось и так далее. Покраснение не ушло. С 01.04.20 после первого полоскания мочой в области левой более здоровой миндалины появился белый прыщик. Глотать не больно, температуры нет. Держится до сих пор. То есть, если поражена одна миндалина, то, естественно, поражены все миндалины. Просто одна больше, другая меньше. Белый прыщик, это говорит о том, что лимфоциты начали какую-то работу и появился гной. Сегодня утром, после неудачи чисткой печени, обнаружил белый гноник уже справа, где покраснение. То есть, проявилось вот это все организм, вроде как попытался заработать на оздоровление и в первую очередь показал те проблемные области, с которыми надо работать более плотно. Так, в 12 часов прополоскал горло свежей мочой. Прыщик пропал, а слева остался на месте. На момент 18.30 самочувствие стабилизовалось. Аппетита нет. Вот такая общая картина. Пожалуйста, очень бы хотелось услышать ваше мнение по чистке печени. Могу пока понять, почему не получилось. И еще горло непонятно, что делать или не доделал. С уважением, Эдуард. Это у нас было 6 апреля. Дальше, что у нас? Я ему ответил, и вот он, что пишет. Большое спасибо за одобрение и поддержку. Мне она очень нужна. Масло выпил в стакан 250 мл. В три приема с интервалом 15 минут. Не покидает до сих пор ощущение, что когда я его пил, оно мне даже понравилось. Я еще подумал, как это некоторые не могут его выпить. Я бы выпил и больше за раз. Чистку делал с небольшой предварительной подготовкой. Клизмы, свежей мочой, по 400 мг грелка на печень и тому подобное. Да, еще может быть важно, раньше голодал по 36-42 часов на воде. Но когда этой зимой то же самое сделал насухо, то это для меня было открытие. Переносится ни в какое сравнение легче. Эффект сильнее в разы. Но был вынужден это дело приостановить, так как сильно мерзну в конце дня. Керосин из зиру применительно к горлу продолжу обязательно принимать. Спасибо за совет. У меня, значит, еще встала одна дилемма, что делать с мочетерапией. Продолжать так же или приостановить. То есть я вот ему все это отвечал. Это отвечал. То есть началась такая плотная переписка. Сказал, что надо делать. И вот он мне ответил. Большое спасибо за совет, информацию. Будем продолжать без фанатизма и регулярно. 7 апреля. Вчера в 23.30 был позыв небольшой стул. Обнаружил пять воскоподобных зеленовато-желто-коричневых камушка. Продолговато округлой формы размером от 1 до 1,8 на 1 сантиметр. Четыре штуки. И пятый поменьше. Все-таки они вышли, и я их увидел. Ну, это так слабенькая вещь бывает. 7 апреля пишет. Заметил, что похудел. 3-4 килограмма. Стал посуше. И что самое удивительное для меня, это то, что мои составы стали гнуться. Эластичны, гибче, на порядок. Это ли не чудо и волшебство? Спасибо. Чудо и волшебство будут дальше. 12 апреля. Доброго здоровья. Совсем забыл спросить, через какое время, после того, как в 19 часов выпил масло при чистке печени, можно пить воду или кушать. Лично я после масла уже ничего не пил и не ел до следующего дня. А может, надо было? Может, поэтому и не получилось у меня чистка на 100%. Разъясните, пожалуйста, этот момент. Значит, смотрите. После масла действительно ничего не надо не есть, не пить и так далее. До следующего дня. А уже где-то утречком, легенький завтрак, там обычный сачок. Вот особенно хорошо, если вы выпьете сок, следующий по составу, столовая ложка свежевыжатого свекольного сока и стакан, то есть 200 грамм яблочного свежевыжатого. Все это смешано, выпейте. Еще дополнительно вас прославит. Вот сам будет очищаться желудочно-кишечный тракт. Это хорошее желчегонное средство. А потом легенький там завтрак, кашка, хорошо разваленная, с топленым маслицем. Можно, конечно, какие-нибудь фрукты поесть, можно салатик свежий поесть. То есть понемножечку так начинайте вступать. В первый день особо не переедайте. Но это вышло не из-за того, что он спрашивает. Это там совершенно иные причины, которые так неожиданно проявятся. Итак, 12 апреля. Спасибо за разъяснение. Всего доброго. Теперь у нас сразу же 11 мая. Петрович, доброго здоровьица. Хочу поделиться. 4 мая 2020 года провел чистку печени по методу Татьяны Бурева. Я как раз и посоветовал ему, что надо побольше сделать подготовку предварительную. И обязательно вот с этими травами, которые рекомендуют Татьяна Бурева. Как вы посоветовали? То есть классический метод. 5 апреля пошел не совсем как ожидалось. После приема порошка из трав, укроп, кориандр, фенхель, анистмин. По схеме пошли выбросы, цисты, нити, лохмотья и куски плотных образований с белыми жирными прожилками. Слизь, муть, как ил пруду, медузы, пленки и так далее. То есть это говорит о том, что вроде человек живет нормально, вроде все у него еще достаточно здорово. Но он уже, будем говорить, заполнен грибницей, которая там и разного рода другими паразитами, которые живут в симбиозе. И там такое образовалось, что просто это жуть. И вот этот как раз порошок, который я там прочитал, укроп, кориандр, фенхель, анистмин, он не только там подготавливает печень и желчь, делает боли текучей, там расслабляет все эти. Он прекрасно действует как противопаразитарное средство. И вот это противопаразитарное средство как раз и показало, сколько там живности. Общее состояние организма редко стало ухудшаться, мутит, рвотные позывы, головокружение, тошнота. Естественно, когда организм начал борьбу с этими паразитами, то такое будет. Идет интоксикация того, что кто-то из паразитов убит, кто-то из паразитов что-то там выделяет. Должно все это отторнуться и вывести из организма. Это большая нагрузка вообще на организм. Поэтому вот так и есть. То есть это пошел очистительный кризис. Было настолько плохо, что был вынужден уменьшить дозу порошка. В 13 часов вышла большая медуза, плотный желеобразный студень, как единое целое. Представляете? С цистами, нитками и прочим. Все в студенистой жидкости темно-коричневого цвета, как мазут. Вот это хорошо, как мазут, это уже выходит застарелая желчь. После этого сразу заметно стало легче, добавилось энергии. Естественно, организм вот это вывел отторг из себя. И то, что раньше тратилось на, как бы сказать, вот сдерживание против этих паразитов, теперь эта энергия освободилась. И человек чувствуется легче, энергичнее. В 18 часов выпил теплое горчичное масло, нагрел на солнце 150 грамм, плюс клюква. Масло вошло тяжело, через 30 минут заборлил живот. Почему горчичное масло? Потому что горчичное масло, оно, как бы сказать, еще лучше действует против разного рода паразитов. И тем самым, как бы, чистка идет получше. Общее состояние организма вновь стало ухудшаться, было очень плохо. То есть, когда организм напрягается на то, чтобы что-то из себя вывести, естественно, он тратит силы на это, и человек чувствует себя плохо. Выбросы продолжались. Всего было 10 раз за день. Дерьма вышла немеренно. Вот смотрите, тогда дерьма вышла неверенно, но что потом еще будет выходить, это вообще кошмар. В 23 часа не было и речи, чтобы выпить еще масло, так как лежал в полубессознательном состоянии. Сил нет, близок к галлюцинациям. Понимал, что выпить физически не смогу. Встать не мог. Около 12 часов ночи уснул в бреду. Для некоторых, вот когда чистка по-настоящему идет, и организм сильно поражен разного рода там, и паразитами, и еще там чем-то, вот так вот тяжело бывает. Но это достаточно редко бывает. Но тем не менее, такое бывает. На следующий день с клизмами, делал 4 раза, вышло около 100 камней из печени и желчи. С самой большой, длиной 5 сантиметра и диаметром 2,3 сантиметра. Начал потихоньку кушать, но почувствовал, что что-то не то, не идет. Интуитивно почувствовал, что надо поголодать. Сутки сухого голодания, 7 мая день трубы как раз. День трубы как раз благоприятен для охолодания и очищения. И сразу почувствовал себя человеком, облегчение, самочувствие отлично, а сейчас потихоньку восстанавливается. Но так и должно быть. Слова о том, что чистка печени от операции без ножа, теперь знаю не понаслышку, действительно перенес операцию. Положительная динамика после чистки печени, гибкость суставов, связок появилась на третий день. Ну хорошо, наконец-таки, чистка сработала так, как надо. Так сказать, пробилась. Не с первого раза, но пробилась. Спасибо вам за совет и рекомендации. И еще на днях прочитал ваш труд записки голодающего. Признаюсь, ничего подобного в жизни не читал. В хорошем смысле этого слова. Это переворот сознания. Нашел ответы на многие свои вопросы. И еще больше задумался. Спасибо. С уважением, Эдуард. 14 мая. Петрович, доброго здоровьица. Прошу прощения за долгое молчание. Думал, как изложить. Вспоминал только сейчас. Раздобыл планшет, чтобы написать. А то с телефона много не напишешь. На чистке печени. И что это такое? Я узнал совершенно недавно, в марте этого года. Из ваших книг. 05, 04, 20. Впервые в жизни сделал чистку печени классическим методом. Вышло всего 5 камней. И только. Клизму еще не применял. Но результаты были хорошие. Гибкость, легкость в теле. Расслабление мышц и прочее. Я ранее описывал. Но все же была у меня некая неудовлетворенность. Недосказанность в этом вопросе. Поэтому, воспользовался вашим советом, подготовился и провел чистку печени второй раз в жизни. Обачки! 0,04, 0,5, 20 по методу Татьяны Буревой. Уже с применением клизм за месяц подготовки освоил их применение. То есть, очень важна вообще подготовка к чистке печени. Если она будет проведена хорошо, чистка печени удается и все получается. Это, как правило, у 90% случаев. В 10 там еще есть причины. Особые. По поводу клизм. Хотел бы сказать следующее. Как жаль, что мне об этом раньше никто ничего не рассказывал и не объяснил. За это вам отдельное спасибо. А я как раз и говорил, что... Что? Человеку нужно не лечение, но разъяснение. Воистину это так. То есть, что клизма лечит 80% всевозможных заболеваний. То есть, что-то там у вас случилось. Вы только бац, клизмочку заделали. Или цикл клизм. И глядишь, это все прошло как это. Само собой. Теперь, что касается тмина. Да, я посоветовал ему тмин принимать. Воспользовавшись вашим советом, принимал его с февраля этого года. Зирот, мин, черный или серый. Регулярно с утра натощак. До настоящего времени. Поначалу принимал по одной чайной ложке. Сейчас по одной второй-третьей чайной ложке достаточно. Да. Сначала так и начинаете. Вот. Одна чайная ложка без верхов. А потом чувствуете, ага, пошло. Работа пошла. Работа проделалась. И уже не надо столько много. Начинает там крепить стул. Вот лично я по себе чувствую. Значит, все поменьше. Результаты следующие. Газообразование и вздутие живота исчезли. Вот видите. Вот человек ничего не говорит. Что там у него с животом было и так далее. Это я уже на основании своего собственного опыта догадываюсь. Если там столько живности разной, там медузы и так далее, то там ни о каком нормальном пищеварении и речи не может быть. И естественно там будет и газообразование, и стул неоформленный, и все что угодно. Так. ЖКТ в норме. Стул регулярно правильно оформляется. Газы без запаха. А самое главное, гонит паразитов вон. Вот это чудеса. Волшебство да и только. Кто бы мог подумать, взял на вооружение. Настоятельно посоветовал маме. Спасибо. А теперь с самого начала. Решили, так сказать, более плотно познакомиться. Меня зовут Эдуард. 11.08.74 года рождения. Детство и юность мы прошли в небольшом таежном поселке республики Коми. Тайга кругом на сотни километров. Это важно узнать, потому что я попросил его писать, чтобы представлять, с кем я имею дело, что у него там было раньше. Почему столько там медуз и прочей гадости. Отец был профессиональным охотником. Была в СССР такая профессия. Штатный охотник. Поэтому вырос я на мясе. В любом виде. Медвежатина, лосятина, зайчатина, кабан, глухарит. Утки, рябчики и прочее. Рыба, грибы, ягоды. Помню, пил и свежую медвежью кровь. Ел струганину, сырое замороженное мясо, лося. Сырого харюса. Это рыба такая. Дома гарнир. В основном картошка. Во всех видах. Очин убил хлеб и кушал его много. Мог с тарелкой супа буханку хлеба съесть. Хлеб с пельменями. Все с хлебом. Все конфеты мои. Я единственный сын. С рождения был физически крепким. И до настоящего времени. Видите, человек еще крепок. В свои 45 лет. Болел не часто. Генетика по обеим линиям хорошая. Но это вот, конечно, замечательно, когда достается. Наследственность хорошая. Но, тем не менее. Итак, со слов родителей. Был спокойным ребенком. Бывало, что просыпали на работу вместе со мной. Занимался спортом. Всегда и сейчас. В школе только первое место. С 12 лет под руководством отца стал серьезно заниматься боксом. Выступал до 21 года. Всегда в весовой категории до 75 кг. При росте 178. Лишним весом никогда не страдал. Теперь тезисно. Перечислю болезни. Во многом со слов мамы. Которые ярко запомнились. Первое. Когда мне было два месяца. С сентября, октября. Видимо, продуло. На шее справа, в нижней части появилось уплотнение. Как косточка торчит. Через некоторое время покраснело. Нарыв, прорыв гноя. Все. Нарыв, прорыв гноя. Это говорит о том, что вот с этих там два месяца. С двух месяцев уже там гноеродная инфекция начала свою гнилую работу в организме. С двух месяцев по 40, в течение 45 этих лет. При этом температура не было. Вел себя спокойно. В больницу не обращались. Но делали повязки с ихтиволовой мазью. Ранка затянулась. А шрам остался на всю жизнь. Все это продолжалось около двух недель. Вроде бы вот это прошло и закончилось. Но это говорит о том, что гнояродная инфекция осталась. Она просто там начала делать с организмом симбиоз. И приживаться там в разных местах так, чтобы ее особо не это самое. Не видно было. Но тем не менее она жила. Второе возраст один год семь месяцев. Еще разок. Почему вот это я все перечисляю. И он мне пишет. Потому что я попросил узнать, чем он болел. Что у него было для того, чтобы, знаете, вот должен. Такой вид, как бы сказать, сбор сведений о, значит, человеке с целью его лечения. И для того, чтобы это все получалось нормально, надо знать, что у него было. Чем он страдал. Какие следы от прошлых болезней в нем остались. Какие очаги могут быть и так далее. Вот поэтому я и спрашиваю. Итак, возраст один год семь месяцев. Приехал с юга апрель. Поднялась температура. Что-то с мочевым пузырем. Езжал в больнице три недели. Выписывали с температурой. Врачи пояснили, что по своему профилю мочевой они вылечили. Простуда осталась. Когда выписывали, был вес отекший. Применяли антибиотиками. Долечился. Дома пил какие-то медвежьи ушки. Ну, это трава медвежьи ушки, ладно. Значит, смотрите. Мочеполовая инфекция. Значит, применение антибиотиков привело к тому, что вот эта вот вся эта инфекция, она там разбежалась в такие места, в какие антибиотики ее не достанут. И видите, отек после антибиотиков. Третье. Возраст три года. Фурункул под коленкой. Температуру положили в больницу, делали разрез. Операцию. Помните? Два. Два месяца. Это уже следствие того, что уже кровь стала испорчена. На иродной инфекции. И пока еще тут что-то вроде организма ладонь что-то там может делать. Но, тем не менее, фурункул под коленкой. Там как раз лимфатические узлы находятся. Они попытались всю эту инфекцию там собрать и так далее, и вывести в виде вот этого гноя. Но это уже говорит, что там инфекция гуляет, гноеродная инфекция по всему организму. Так. Четвертое. Возраст пять лет. Сильно загнули из глаза конъюнктивит. Какой или еще, чтобы в больницу не обращался, мама лечила, сама дома. Конъюнктивит. Это дальнейшее следствие того, что гноеродная инфекция имеется. То есть, она вот уже тут, ну, будем говорить, поражает слизистые оболочки. Слизистые оболочки, которые открываются наружу, это как раз вот глаза. Вот через них пытался, организм пытался выбросить разного рода и инфекцию и прочее. И в то же время и могла и инфекция и так снаружи прийти вот это все. Ну, то есть, это все вот это вот инфекционное поражение не входит, входит в организм. Пятое. Примерно во втором классе именно обнаружили плохое зрение, выписали очки, 0,5 близорукость. Все. Это уже, смотрите, если пять лет, а значит семи лет, семь, восемь. Примерно девятых девять лет, и уже, смотрите, инфекция проделала свою разрушительную работу, которая уже сказалась на том, что начало ухудшаться зрение. В дальнейшем зрение только падало и остановилось лишь в десятом классе, в пределах минус четыре левые, минус пять правые. Несмотря на то, что я целый год ежедневно делал гимнастики для глаз, ел морковь, черника и так далее. Сразу же скажу, все эти гимнастики хороши, если глаза здоровы. И если имеется инфекция, значит, как бы ухудшалось зрение от нее, потому что она размножается, так она и будет дальше ухудшаться. Тут надо только специфические средства. Так, отмечу, что по линии матери и отца, вплоть до дедушки с бабушкой, у всех хорошее зрение. До этого или позже, во время игры в снежки и весной, мне попали ледяным снежком правый глаз, чуть не выбили. Я целый день не мог его открыть, слезился на свет и закрывался, потом отошел. Кроме того, хочу отметить, что с первого по третий класс учеба давалась очень тяжело, постоянно ревел из-за двух, сильно переживал. Для меня это был настоящий психологический стресс. Да и с первой учительницей, можно сказать, не повезло. Вот это вот, знаете, вот, когда дается тяжело учеба, человек переживает, вот это вот начинается своеобразное, знаете, и накапливается эмоциональный негатив, он начинает накапливаться. Вот с этих детских лет и в дальнейшем он тоже даст о себе знать, даст о себе знать. Это говорит о том, что с ребенком надо бы поработать над вот этой чертой характера, чтобы он к этому относился без всяких переживаний. То есть эмоционально, значит, уже нашпиговался вот этими вот зажимами эмоциональными, которые свернулись и дальше просто ждут, когда создастся соответствующая ситуация, чтобы подействовать. А она создалась и подействовала. Ну это так, забегаем немножко вперед. С четвертого класса все изменилось. Школа окончила без троек. Шестой возраст, 15-17 лет, начался переходный возраст, заболели соски на груди, набухли, затвердели, дело было весной. Речка была еще холодна, а уже жарко. Потом мы с пацанами купались на лугах, больших лужах. Образовались после спада воды в речке. И застыдил свои соски. Они до сих пор твердо не рассосались. Интересно, как она бывает. Вот такие вот вещи. Может это что-то другое связанное. Думается, что это простуда. На самом деле может это что-то другое. Ну ладно. Поэтому моя правая грудная мышца до сих пор не сформировалась. Надо же, мышца не отделяется от грудины полностью. Левая более-менее. Я об этом никому не рассказывал, не придал значения. Видите, уже какая-то аномалия. Так, примерно в это же время у меня обнаружили, кажется, при медкомиссии в военкомат варикозное расширение вен на яичках. Сказали, что грозит бесплодием. Вот так. Ну на самом деле, ну и что, что там расширились. Ничего там такого не будет. Варикоцители, так называемые. Поэтому уже с родителями. Обратился к знакомому хирургу, который заявил, что варикоз действительно есть, но бояться не стоит. Дети будут, операции делать не надо. У меня до сих пор варикозное левое яичко. И детей двое. Варикоз не мешает. Времена у меня его вообще нет при прощупывании. Седьмое. В десятом классе весной на перемене пацанами баловались на турнике. Я повис и попросил одноклассника потянуть меня за ноги слегка. Хотел подрастянуться, чтобы быть выше ростов. Он сзади обхватил меня за ноги и повис всем телом весом на мне. Я в этот момент был расслаблен, и мой позвоночник, как ниточка, по всей длине стал стрелять в каждом позвонке. И в конце раздался сильный щелчок. Можно сказать взрыв. Аж искры из глаз. В области поясницы. С тех пор стал испытывать постоянный дискомфорт. В области поясницы, особенно по утрам, пока не расхожусь. При вращении туловищем хруст в области поясницы. Никому об этом не говорил, ни отцу, ни второму тренеру. Думал, пройдет, ничего серьезного. А физики было как грязи. Так и жил, занимался спортом с постоянной болью. Привык, вроде как норма. Вот человек привыкает. То есть никогда не надо делать каких-то манипуляций со своим позвоночником. Потому что одно дело растянулся, а другое дело вот этот вот щелчок в области поясницы. Когда нарушается нормально вот эта суставная сумка, можно так сказать, оплетка в районе поясницы. Ее уже очень трудно восстановить. Очень трудно восстановить. И поэтому там уже начинаются вот такие вот какие-то расстройства, непонятные боли и так далее и тому подобное. Так, восьмое. В студенческом возрасте как-то в поезде подцепил грибок на ноги. Поспал без носков на казенном белье. Вот на этом мы, как бы сказать, в дальнейшем остановимся более подробно. Сначала на большом пальце правой ноги появились прыщики с жидкостью внутри, которая лопалась, а кожа затем шелушилась, чесалась. Образовался небольшой очаг сухой кожи, шелушение типа лишая. Затем на других пальцах и стопе правой ноги, а вскоре и на руках, кистях рук в основном правой, особенно по весне. Примерно тогда же зимой или весной был случай, когда у меня появились проблемы с мочеиспусканием. Хотелось часто писать, а не мог. Дискомфорт с Женей. В студенческой поликлинике выписали лекарство. Помню, еще пил на 100 листьев брусники. Потом писал, и была резкая боль в уретре. Думаю, песочек. Потом все прошло, и больше не повторялось. То есть вот, вроде бы, как. Человек избавился там от грибка, он избавился от мочеполовой инфекции и так далее. Вроде как. На самом деле, просто-напросто пошел следующий этап эволюции болезни. Она просто ушла в голубь, притаилась, а по-прежнему там работает. Девятое. Со школьных времен при испражнении сильно тужился. Поэтому кишка стала немного выпадать во время процесса. Потом приходила в норму. Такая картина наблюдается до сих пор. Болезни со школы стал сильно сутулиться. Перелома костей не было. Так, начнем сильно сутулиться. Надо, надо подавать себя. То есть неправильная осанка приводит к тому, что неправильно располагаются позвонки, неправильно начинают работать внутренние органы и так далее, и так далее. То есть процесс разрушения запущен. Останка должна быть правильная. Так, тужиться, тужиться, тужить не надо. Все должно быть естественно, нормально. Только раз сходили. Одно моментно. А когда вот это тужится, тогда начинает все вылазить и выпадать. Вот, наверное, все, что касается детства и юности. Самые яркие моменты, которые пришли в голову. Фото того, что из меня выходило, постараюсь скинуть. Ни разу еще не пробовал. Я очень надеюсь на вашу помощь в плане света по дальнейшему пути оздоровления. Вот отсюда и началась у нас с Эдуардом плотная работа по оздоровлению. Субтитры сделал DimaTorzok